Солнышко уже весеннее, такое, знаете, припекает, уже тепло дает, уже не зимнее солнце, но еще минус двадцатка, минус 24 градуса сейчас. Идем до избушки, добираемся потихонечку по старой тропе, старую тропу не замело, идти довольно хорошо, идем на лыжах, где-то даже и пешком идем. В принципе, нормально, полет, полет нормальный пока что. Хо-хо-хо-хо. Ну что, друзья, всем привет. Привет. Вы на канале Ипатыча Михалыч. Ипатыч Михалыч, многие путают. Очень многие и очень часто. Ну что, друзья, добрались до избы, как и обещали. Пилу починили. В общем, пробита была свеча, ее, короче, мы унесли домой, ее полностью прочистили, карбюратор все продули. И поменяли свечу и взяли с собой запасную свечку, купили бензин и пять литров, сколько-то масла тут есть, но масло это завсегдатая. Пришли мы на три дня. Три-четыре. Три дня, три-четыре дня, да. Сегодня идти было гораздо-гораздо проще. Так как есть тропа, сегодня уже такое, знаете, солнышко, уже солнышко весеннее, уже греет, но холод все равно давит под минус двадцать. Что мы сегодня пришли, как и обещали, будем делать верстак возле вот этой вот стенки. Там все полностью расчистим, раскидаем и сделаем полноценный хороший такой верстак. А пока что, друзья, ну как обычно, вода, идем за водой, дрова, да, дров у нас нету, надо дрова где-то найти еще. Проходим внутрь. С последнего нашего прихода сюда прошло где-то пару дней, да, ничего здесь не изменилось, вроде бы, визуально. Ну, в общем, друзья, все, сейчас идем за водой, до реки, туда-сюда и обратно. Может, сначала раскочегарим печку, Михалыч, чтобы она уже горела. Давай. Сейчас по-быстренькому этот сделаю и можжевельника накидаю. Так, надо. Вот тут у нас с прошлого раза можжевельник оставался, он сухой. Почему-то очень много у нас тут сухого можжевельника. Не знаю, с чем это связано, высох просто и все. Ну, в общем, давайте заготовим дров, растопим печь и потом пойдем за водой на реку. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, на одну топочку хватит от этого дела, я думаю, будет вполне достаточно. Сейчас потом сходим и наберем еще. Сейчас главное, пока мы ходим за водой, чтобы там что-то горело. Так, надо аккумулятор подключить. И, опа, да будет свет. По первым. Ну, короче, не было. Тут вроде мышей. Не видно, что... Ну, не видно, говна, ничего такого нету. Это хорошо, это хороший знак. Это очень хороший знак. Так, это трещины или что? Так, горы какие-то. Ну, горы-то я вижу, что горы. Как будто бы треснуло окно. Ну, вроде нет. А откуда эта полоска? Не, не трещина эта. Как будто бы окно треснуло. Смотрите, такая это... Рисунок такой. Давило, друзья, у нас. Три недели. Холода. Под минус 30, минус 35 и 37 даже было, по-моему. Это вообще рекордная для наших мест температура. Под 40 было тоже. А? Под 40 лет и бывало. И под 40, вон, Мишаня говорит, было даже. В общем, очень-очень было холодно. Мы хотели сюда идти в понедельник. В понедельник было минус 35, мы не пошли. В общем, я не пошли. В общем, пошло дело. Пошель, 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 пошель. И мы тоже пошель. За водой пошель. Друзья, а помните канал Андрея Ёлки-Палки? Как-то мы рекомендовали вам его. Так вот, Андрюха не сдаётся и снимает очень крутые ролики. На этот раз он построил балаган в тайге. Банька в тайге. И в этом году у него запланировано очень много планов. По строительству избы. Всё, как мы любим, в общем. Поэтому, друзья, давайте поддержим Андрюху. Перейдём на его канал. Подпишемся. Передавайте привет ему в комментариях. И ссылки, друзья, оставим в описании. Переходите, подписывайтесь. Принесли уже воду, кипятится. Саня сходил, принёс дрова. Сбирает бензотелок. И будем приготовлять дрова на ночь. На ночь должно хватить. Смотрите, друзья, что происходит. Интересно. Бензин очень-очень холодный. А масло тёплое. Смотрите. Он не перемешивается фактически. Ладно, всё, хватит шутки шутить. Пробуем. Ну, вот, свеча. Уже пробило. Бензопила у нас не заводится. Пилим. Заводится, но глохнет. Да. Короче, занесли. Пилим старым добрым самураем. Глебовским фото был. Годит какому рай. Козел нету. Приходится исходить из того, что умеет. Надо идти ещё за дровами. Смотри, как там прикольно. Здесь всё такое белое, а там прям всё синюшное. Покажи, может, будет видно. И луна здесь на фоне двух елей. Если приблизить, я думаю, будет видно. Что, короче, пошёл, а я ещё за дровами. Ты что, кушать готовишь? Всё, давай тогда, я пошёл. Хватит, как думаешь? Ну, должно хватить, если всё это сейчас распилишь. Вот эту? Да. Нет, я вот конкретно без этой имя иду. Не, вот с этой-то хватит. Всё же костёр надо кормить. Уже дров там нет. А чё его кормить-то? Да, кушать что-то надо. Да, кушать что-то надо. Да, кушать что-то надо. Вот, друзья, время уже полседьмого, а на улице всё ещё светло. Но, возможно, это из-за того, что сегодня полнолуние, но вроде как свет такой, дневной более. Ну, в общем, что могу сказать, что световой день уже увеличивается, и это не может не радовать. Сейчас попробую сделать какие-нибудь крутые, короче, фотки с избой. Если что, все фотки можно посмотреть в Инстаграме. Ипатыча Михайлович, подписывайтесь, переходите, ссылки оставим в описании. Михайлович кричит, говорит, еда готова. Давай, залетай. Сейчас. Не холодно нафиг на улице. Подождём так. Кабан горит потихонечку. Чё? Чё? Иду. Давай. Да не упала, а крышится нет. Оооо. Максимально, пожалуйста, аккуратненько. Сейчас ещё настоится. Угу. На, чайник пока поставить. Ребятушки, на улице нереально луна светит. И даже при ночном освещении, в общем, более-менее что-то разглядеть можно. Или нельзя. Вот там вот видно, в общем. Причём неплохо так. Посмотрим, сколько градусов. Чё тут у нас 23, что ли? А, 26. А, нет, 28, блин. Офигеть. Холодно. Конкретно холодно. Ладно. Всё. Мы, друзья, отправляемся на боковую. Опа. Чик. Закрыться. Оп. Всё. И спать. Кабанчик накормлен. Пила здесь. Пила здесь. Значит, можно и ложиться спать. Пила здесь. Продолжение следует... 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 на ночь вот чтобы день сегодня в пустую не прошел решили заготовить дров это первая партия сейчас пойдем еще за одной напилим все пилим вручную без бензопилы бензопила в избе достали свечу бензопилы и короче стоит может не знаю может замерзла то ее знаю заводится то заводится же просто глохнет непонятно из-за чего глохнет в общем ладно не будем как обычно шанги мять надо максимальное количество дров сегодня заготовить чтобы на побольше уже хватило конечно жалко что без бензопилы куда деваться куда деваться будем так делать зима зима вообще проблематичное время года для всего даже вот вот эти дрова мы получаем дрова бревна заготовили для верстака да я думаю что они для верстака не совсем подойдут потому что они стыла на одну треть видно что здесь только сердцевина не стыла а здесь вот она замерзшая они все такие а вот эти вот две нормальные в общем друзья такие дела продолжаем продолжаем чуть не отчаиваемся ё-моё придем другой раз сделаем считайте нас чересчур ленивыми жопами но мы короче взяли и пилим то что притащили вот эти вот они сырые они все равно для верстака не подойдут короче мы их на дрова пускаем пилим старым дедовским способом дедушкой самураем дедушка самурая тоже ручка треснула блин капец жалко просто жесть я не знаю может ее домой унести заклей там эпоксидкой или еще чем-нибудь поможет он уже разошлась нет если это снять я думаю можно будет ну ручку полностью если снять то я думаю все равно подклеить эпоксидкой можно будет пишите свои догадки в комментариях как исправить эту ситуацию да блин жалко прямо отреставрировать хочется прожил уже старичок а это смола ладно что давайте напилим пока пока напилим потом до родника сходим принесем водички питьевой луна сегодня просто друзья огроменная да но взглядом смотришь это просто что-то с чем-то это просто нечто она реально огромное посмотрим как сегодня будет ночью светить сегодня будет еще ночью светлее чем вчера потому что луна сегодня еще больше а завтра скорее всего она будет вообще полная и будет просто офигенно мы вообще друзья у нас план был какой мы пришли вчера пришли то есть ну как обычно вода не вода короче бытовые мелкие дела сегодня мы хотели заготовить бревна по возможности их сразу напилить но пила как обычно дерьмо извините за мое выражение но так оно и есть по итогу что чтобы сегодня день не пропал мы решили сделать дров сколько сможем столько и сделаем на завтрашний день у нас было запланировано что на завтрашний день у нас было запланировано делать верстак вот с этой стороны мы бы здесь все расчистили все убрали из короче к стенке сделали бы верстак план провал друзья план провал поэтому пока что так друзья заготавливаем дровишки в избушку ну и так чуть по мелочи сегодня попробуем сделаем хотели сделать здесь верстак следующие разы уже когда мы пришли на избу мы хотели делать что михалыч у ли да у ли хотели делать у ли для пчел хотел и хотели делать вручную все вот поэтому все ради вот этого ну и там хотели в избе маленько тоже кое-что подправить я там хотел у себя лежачок подправить да в общем много дел все зависело от одной пилы и это вообще просто грустно это грустно друзья грустно но ничего продолжаем сразу вспоминаются времена балагана летние времена когда мы все пилили это пилой когда не было до бензопилы пойдем сходим а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... И что он его никуда не почистил. И скорее всего, виноват этот фильтр в том, что просто не поступает бензин в карбюратор. И все. Вот низ головой. Держу пилу. Капец снега выпало. Да уж. Какие борта. В прошлый раз, когда приезжал Дима, оптимист, не было такого. Вот после его отъезда за две недели 40 сантиметров снега выпало. Представляете, блин, 40 сантиметров. Может даже больше. Но он такой. Он рыхлый снег. Но снег, блин, все равно. Степа сказал, когда лето будет, обязательно облагородит этот родник. И куда-нибудь сюда поставит скамеечку и стол. Хочется человеку? Кто мы такие, чтобы ему отказывать, да? Да. Пускай делает. Ну, соответственно, мы тоже примем в этом участие. Ну, кто хотел чего сделать. Один там заикался, что мельницу сделает на реке. Один хотел рыть. В общем, колодец рыть. Что там еще? Кто еще что говорил, Мишань? В общем, очень много кто что хотел сделать. В итоге один, который говорил, что будет делать мельницу, он даже не приехал, друзья. Ну, вот так вот получилось. Привет тебе большой. Привет тебе большой, да, если будешь смотреть. Я думаю, там поймет, кто это был. Вот она, друзья, гора. Просто мощная гора. И из этой горы вытекает родник. Причем он бьет тут вообще везде на протяжении. Ну, в общем, вот где наша изба. И еще дальше, дальше, дальше туда уходит. И с той стороны тоже очень-очень далеко уходит. Мы как-то гуляли, как-то показывали видео. Можете посмотреть на канале, что вообще там. Мы там ловушки нашли на пчел, но ловушки это у моего соседа. Так что, если интересно, то можете посмотреть. Так сказать, изучали местность. Хорошо, что, в общем, мы их на дрова пустили. Вот то, что мы принесли. Они ледяные, они вообще никак не годились для верстака. Друзья, с пилой вроде как выяснилось, что происходит. Короче, мы ее уносили. Нам чистили там карбюратор. Что там еще? Ну, в общем, всякие шланчики, трубочки. Но в самом баке фильтр его никто не чистил. Я думаю, что просто элементарно не поступает бензин в карбюратор. И поэтому она глохнет. Сейчас унесем ее снова. Посмотрим. И поглядим, будет она работать или нет. Сварьку лучше вот эта самка сюда. Ну, в общем, не зря мы их напилили. Вот столько получилось. И вот тут еще сырые, прям сырые-сырые, ледяные поставили возле печки. И, в общем, знаете, что хотим сделать? Я тут попробовал немножечко обжечь газовой горелкой тумбу. Ну и вроде ничего так получилось. Завтра, наверное, обожжем тумбу. Посмотрим, как будет выглядеть. Красиво, некрасиво. Если красиво, то и вот эти тоже досочки обработаем позже. Что у нас как раз это все, считайте, на саморезах сидит. Это очень легко будет все снять. Да, вот так вот. Вот так вот. Ну, не получилось, не получилось, друзья. Верстак сделать. Но не отчаивайтесь, потому что мы не отчаиваемся. Придем, сделаем обязательно. Наварили, значит, пол казана гречки. И без понятия, как ее съесть. Гречка с рыбой. Впервые буду есть и гречку с рыбой. Я тоже. Не ел, да, тоже еще. Ну, тут лучок, соответственно, хлебушек. Что тут у нас? Гречка, рыба, сара еще и консервированные. И лук, и все. А еще чеснок, соль. Ну и все. Пробуем? Да, пробуем. Давай, всем приятного. Всем приятного аппетита. Ну как? Ощущения? Вкусно. Да? Серьезно? Да. А что, вкусно не будет? Не знаю. Мало ли. Ладно. Пробуем. Ну, будет точно необычно. Ну, вкусно. Ну да, прикольно. Две банки сайры. И нормально. Степа привозил еще. Давненько уже. А что он готовит с ним? Просто привез, по-моему. Степа, от души. Нормально. Мне нравится. Все удобно? Друзья, что, погнали есть. Спасибо. ну как от нас атмосферно атмосферненько вообще да то белый свет уже глаза уже режет более теплый свет хочется вот самый раз вообще просто самый раз всем доброе утро проснулись в 11 не то чтобы проспали просто захотели так короче завтракаем собираем вещи идем домой завтрак гречка вчерашняя с рыбой вроде ничего нормально вкусненько на улице витрина 20 градусов но я думаю еще поднимется температура и будет нормально идти домой все все вещи собрали собираемся идти домой ну так получилось друзья такой ролик опять быт по большей части поэтому друзья кому понравилось ставьте лайки кому нет дизлайки ставьте пишите комментарии подписывайтесь на канал с вами были и патычи михалыч друзья всем пока и до новых встреч